Были такие товарищи, конченые середасты, или как их назвать еще? В свое время их хорошо назвал товарищ, хотя какой товарищ? То, что он начудил, это была еще та ситуация. Взяли, просто уничтожили Сталина, просто вовремя не дали ему возможность продолжить дальнейшую политику, не допустили к нему врачей, а так бы он, может быть, еще и подольше жил. Просто человек охлопнул инсульт, и он ушел на тот свет. Хорошее место было? Нет, не хорошее, мог бы и дальше поработать, и тогда тот дом, в котором я сейчас нахожусь, его бы достроил бы Сталин, и дальше мы бы не хлобыздались в хрущевках. Мерзкое небольшое пространство, естественно. Может быть, это хорошо, а может быть и нехорошо. Мне так сталинские вещи нравятся больше. То есть в свое время Хрущев на какой-то выставке, где были другие товарищи, просто их назвал педерастами. Не в курсе событий? Внимательно почитайте и поймите. Я не буду говорить про педерастов, естественно, я буду про середастов говорить, ну, в общем, вы поняли, о чем идет речь. Давайте все-таки определимся, кто и когда, да и вообще стал такими. Вы думаете, я не стал такими уже? Ну, здравствуйте, мы все стали такими же товарищами. Потому что мы ездим на машине, иногда случаются события. Бывает. Что я могу сказать? Я бываю середастом. Но давайте определимся, кто в большей степени середасты. Да-да-да-да-да-да-да-да. С моей точки зрения, в большей степени середасты – это наши бизнесмены. Примерно 95% из них – это середасты. То есть они вас швыряют, вы для них работаете, они вас немножко прокидывают по диагонали. И для них это же бизнес. А теперь вернемся к моим событиям. То есть я же вам написал, если вы внимательно посмотрели, «Политика и середастия». Что насчет политики-то? Вот тут возникает другой вопрос. И вы знаете, я вам честно скажу, если вы кто-нибудь мне сказал, что те человеки, с которыми я общался, являются о начале сюжета, я бы, конечно же, 250 раз подумал бы, нужно ли это делать. А с чего все началось? Ну давайте все-таки определимся, куда я поступил в Горный институт. На теплоэнергетику, теплофизика, естественно, была. И у меня были очень крутые специалисты, самые крутые, кстати, между прочим, Вачаев, Иванов, тот самый ректор. Да-да-да-да. Там были очень отличные специалисты, которые меня обучали, и я увидел ситуацию. Стульпин, кстати, тоже. Нам это все нравилось. А после событий иности я пришел куда? Я пришел за поисками квартиры, потому что я должен был в 91-м году пойти в партию, и тогда вообще никаких проблем бы не было. Ну, партия развалилась, к сожалению. Я пришел, отдельная тема была, а потом другая отдельная тема была, а потом, вот это потом. И по дороге я внимательно познакомился с самым одним из лучших специалистов. Я считаю, что это был один из лучших специалистов. Константин Матвичок. Если кто-то может сказать, что вот эти нехорошие слова, которые я сказал, засуньте их себе в жопу. Это был один из лучших специалистов. И вы думаете, что я не видел. Я недавно сделал материалы. Все материалы, естественно, это были мной переделанные, благодаря тому, что мы вернулись на круги своя, и в свое время Андрей Хиловский мне помог, когда мне сделали операцию. И я во многом говорю, что вы товарищи, сейчас будет немножко чуть позже, я про него тоже расскажу. Но, тем не менее, мы говорим о том, что специалисты были-то экстракласса. А в ту же область залетели, ну, в смысле, это не залетели, это были специалисты еще большего класса. Палий, Хованец. Мы с ними общались. Мало того, у нас есть материалы. Я, естественно, скоро отдам эти материалы тому, кому нужно будет. А уже потом, уже потом, вы поняли, да, с кем я пообщался? А уже потом был год 1996. Нас взяли, куда нас взяли? В Челябинск. Но перед этим, перед этим, естественно, когда я сюда пришел, я познакомился с еще одним самым крутым специалистом в области и кино, и телевидения. Это был Валерий Юрьевич Гиммерверт. Если бы еще мне кто-то сказал, что вот из той же оперы, в данном случае я бы, наверное, видите, какая ситуация? Меня били, естественно, однократно. Причем парняга такой был, он чемпион был мира по борьбе. Не по борьбе, там смешанное единоборство. Вот он меня бил. Бил, бил, бил. Но не убил. И бил, бил, бил. И потом, после того, как я проблевался, я сказал, что хватит меня бить. Конечно, мордочка была у меня жесткая, но ничего страшного. Вернулись на круги своя. Это уже отдельная тема была. Беседа. То есть не надо мне говорить, что меня не били. Я тоже могу бить, никаких проблем не возникает. Только меня не ушибали, естественно. То есть все в порядке. Почему все это дело в порядке? Потому что в свое время я занимался борьбой. И знаю, как падать. Необходимо мне. Ну так вот. Вернемся на круги свои. То есть и меня били, и я бил. Это нормальное явление. Никаких проблем не возникает. К слову о том, что кто-то хочет меня побить. Ну попробуйте. Если вы меня сейчас захотите побить, я вас могу спокойненько пристрелить. Если вы придете ко мне домой и будете на меня наезжать. Потому что у меня есть и нарезные стволы, и обыкновенные стволы. Стволы. Ну, в большом количестве. Этого хватит. Чтобы очень быстро, очень сильно избегали и больше сюда не появились в природе своей. Да-да-да-да-да. Говорю. В общем, естественно. А после этого мы поехали куда? Поехали на выборы. Да какие выборы? Выборы были товарищей под названием губернатора. То есть я работал вместе с Вадимом Соловьевым. И когда я работал вместе с Вадимом Соловьевым, был еще один специалист из экстра уровня, который дал мне дополнительные знания. И он меня кое-чего научил. И в отличие от дебила, которым я был раньше, я перестал быть дебилом по одной простой причине. Ну, воткнись-то что-то. Да-да-да-да-да. То есть очень хорошо меня он научил, потому что он был выпускник в ГИКа. И в те два месяца, которые мы с ним общались, его части бытия, его знания я вложил в свою черепную коробку. В результате, в принципе, я тоже могу поступить в ГИКа. И кое-что буду знать, да достаточно много. Потому что короткие сюжеты и те структурные изменения, которые были в его голове, он просто все это дело мне передал. И в принципе, почему нет? То есть мы тогда поработали. К сожалению, Соловьев проиграл. И вы думаете, у меня кукушка не улетела. Да нет, кукушка у меня улетела именно тогда. Просто мы каким-то образом занимались отдельными вещами. И у меня вот в отдельных вещах кукушечка затекла. Да-да-да. Я уже после этого, вернувшись на круги своя, понял, что больше таких вещей не надо делать. Естественно, если бы мы ушли туда, вряд ли бы я бы уже этим делом занимался в Магнитогорске. Мы бы уже были в Челябинске, все было бы хорошо и красиво, но, к сожалению, проиграли. А после этого, после того, как мы съездили в Америку, где в мои мозги воткнулась все-таки та часть английского языка от 33-й школы, нас взял к себе товарищ очень хороший, которому исполнилось 13 октября 76 лет. Не в курсе события, да? Так вот, я на него работал и был его личным оператором. 9 лет. С 97-го года по 2006 год. Фамилия этого человека Виктор Филиппович Рашников. Ну, вы понимаете, да? То есть, я вещи многие знаю, но никогда про эти вещи говорить не буду. И, тем не менее, когда мне будут говорить об обратных вещах, это то же самое. Вы обратите внимание, что сделать с городом Магнитогорск? Вы обратите внимание. Город Магнитогорск, если честно, для меня в России только два лучших города. Конечно, Магнитогорск мертвый город. Я имею в виду то, что мы не можем нигде отдохнуть. Это проблема нашего города. Но город он очень был красивый и ровный. И до сих пор он красивый и ровный. Обратите внимание, какие дороги. Обратите внимание, что комбинат практически скоро мы его и не узнаем. Потому что все новое, все поменяно, естественно. А когда я приехал и стал его личным оператором, вы думаете, что я не знаю других вещей? Я очень хорошо знаю товарища под названием наших товарищей, у которых библиотека в городе. Да-да-да, внимательно посмотрите. Я его тоже знаю. Хорошо. Вы понимаете, куда меня дальше подтянуло. Это уже политика. Я примерно знаю, о чем идет речь. Да, господа мои. Не нужно мне рассказывать, что я лох в политике. Поверьте мне, в Российской Федерации я знаю от и до и куда она идет. Когда мне начинают по ушам проезжать, мне не надо проезжать по ушам. Я это знаю. Да-да-да. И Христенко я тоже очень хорошо знаю, потому что мы с ним тоже работали. И на выборах, и после. А это один из лучших друзей Виктора Филипова и Рашникова. А теперь другие вопросы. то есть, естественно, раз мы были у шефа и с шефом, естественно, мы везде и всюду мотались. И эти акции, потому что один товарищ всех швырнул, Шарипов, магнитогорская сталь, просто испарились внезапно 21%, а мы бились, бились, бились и добились, естественно. Это было что-то с чем-то. То есть, в данной, в данном, в данной событийности я принял такое же прямое участие. Если бы что-то уж случилось, уж поверьте мне, нам бы влетело по самые кривые помидоры. Да, господа мои, влетело бы. Но в связи с тем, что мы были личный оператор, Виктор Филипп, я был личным оператором, Андрей всю жизнь помогал и знал Андрей Хиловский про него. Слово о том, что Андрей Хиловский это был один из лучших специалистов, он до сих пор таким и остался. Но вы должны думать, что лидеры этой страны пробежали куда-то мимо нас? Нет, господа мои. Все лидеры этой страны я их тоже снимал. Естественно. А другой был очень хороший человек, который выиграл Соловьева, Петр Иванович Сумин. Если вы еще раз мне будете говорить, что он из той же оперы, которую я вам рассказал. Опять же, буду с вами биться. Ну, может быть, не биться, может, постреляю, потому что я этим делом тоже могу заниматься. Потому что это был изумительный человек, это был просто изумительный человек. И благодаря ему я ездил на 600-ом Мерседесе, потому что налог был 19 тысяч рублей. А потом появился пидор гнойный. Только он появился чуть раньше, а Филипп все это дело про него знал. А какой он был товарищ? Юрьевич, слышали про говно? Да, это было полное говно. Вы знаете, я с геями общался, с нормальным геями, которые говорят, ну, это жизнь, потому что были у меня хорошие товарищи, и в Российской Федерации, я абсолютно нормально к ним отношусь, если вы не будете народ увлекать своей жизнью. Ну, бывает, что я тебе могу сказать. мы же общались и в Америке, нормальные люди, абсолютно грамотные специалисты, в лучшем своем отношении друг к другу, а не то, что вот эти бабы, которые нас выкидывают по самые кривые помидоры. Нет, абсолютно все нормально. С нормальным общался. А это был гнойный пидор, блин. Ох, каких ненавижу этих гнойных пидоров, блин. Почему я их ненавижу, эти гнойные пидоры? Потому что они все это дело под себя перекраивают, и в свое время, при мне-то было как раз ситуация, когда этот гнойный пидор, Юрьевич, в свое время трахал лейди-бои. Знаете, такие лейди-бои? Они не в курсе события? Я объясняю ситуацию. Это если вы приезжаете во Вьетнам, в Таиланд, естественно, там лейди-бои, блин, там такие лейди-бои. У некоторых девушки даже рядышком не будут стоять. Ну, вот, такое у него случилось. И он про это дело рассказал, На законодательном собрании Черевьевского областного, это называется, дума областная. И Филиппов после этого сказал, чтобы это говно к нему не подходило. Не в курсе события? Да, да, да. А уже потом, а уже потом, а уже потом. То есть вы должны понимать, да, что я снимал неоднократно сумина. Мало того, была дивная ситуация. уже после 99-го года. А что случилось в 99-м году? А что случилось в 99-м году? Ну, что случилось в 99-м году? Вы думаете, что я не имею допуска к дяде Володя? Я имею допуск. По одной простой причине. Я бы еще раз всем выдал люлей, про когда мне будут говорить про Владимира Владимировича Путина. Не надо мне сказки рассказывать, это мои дяди. Понимаете? Дядя Витя, дядя Володя. Потому что я вижу их событийность, они работают. и давайте все-таки определимся, что это одни из лучших специалистов, если бы не будем говорить, что они самые лучшие. Потому что Виктор Филиппович Рашников получил звезду Героя Российской Федерации за то, что он переделал, за то, что он не слинял, за то, что он сделал Магнитогорск. Он был всегда самым крутым, он таким остался. А Владимир Владимирович, я прекрасно понимаю отдельную тему, про вы обратите внимание, что сейчас наконец-таки с нами начали считаться. Они всегда с нами считались. Но сегодня и сейчас ну попробуйте к нам залезть. Сами будете плеваться когда с неба будет капать не 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 непрозрачная шняга, а будет капать земля. Третья мировая война. Он может это сделать? Не проблема. Нам то что понимаете когда нам говорят высратые ублюдки под названием англосаксы вы думаете что Англия это будет длинная ситуация после того как мы туда что-то прилепим. Нет. Ровно ну 10 ядерных бомб они так укатают всю что там не будет ничего. А если туда еще 40 там не будет вообще ничего. Это Англия. давайте все-таки определимся по размерам территории. Да 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 то есть территория Российской Федерации это самая большая вещь в этой жизни ну мы живем здесь но просто если вы к нам что-то прилетите а мы прилетим по вам то в принципе территория Соединенных Штатов Америки превратится в лохмоте это быстро будет плюс нам помогут китайцы наши любимые а я был в Китае естественно то есть ну не надо думать что третья мировая война вам нужна нет что касаемо нас да и китайцы в том числе территория очень небольшая вы все это дело не заколбасите это невозможно сделать вот тем более Магнитогорск тоже хорошо прикрыт отдельными вещами то есть давайте все-таки определимся что как бы вот моя событийность в чем то что я знаю что будет и как будет и когда мне начинают втирать всякие лошары в интернете для лошар в интернете этот материал а вот теперь все-таки про сидерастов да про тех остальных ох ну раз мы уже вернулись на круги своя и вы думаете что когда я работал на металлургический комбинат я этих сидерастов не видел что ли конечно там были они были естественно по одной простой причине мы когда работали на Виктора Филипповича Рашникова моя зарплата была сейчас держитесь крепко просто сели там да нормально все в порядке я зарабатывал на него лично 5300 рублей все в порядке нет конечно нам никогда за это дело не платили но мне не нужно было платить потому что я видел этого человека есть люди которые на него работают платят бешеное количество денег но его ненавидят понимаете а я любил его и буду любить потому что он сделал то ну как вам сказать ну я не думаю что даже Рамазан был бы на его уровне он вышел и все тут даже вопрос что касаемо остальных вещей да 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 то есть давайте вернемся на круги своя бизнес работа и все остальное вот отсюда мы начинаем нашу дальнейшую практику к сожалению к сожалению к сожалению я вам могу сказать что в нашем бизнесе ну в нашем бизнесе в бизнесе города Магнитогорска количество сидерастов это примерно 98% они всех швыряют они кидают вас по диагонали или вы думаете что программа автостоп это программа которую не швыряли по диагонали не один раз да ее швыряли по диагонали не один раз но сегодня сейчас в следующем году в марте месяце в марте месяце будет 15 лет когда я начал все это дело вам давать в ютюбе если вы попробуете меня швырнуть откат будет по ютюбу жесткий серьезный откат и давайте все таки определимся что сидерастами не являются все бизнесмены нет господа мои то бишь меня швырнули швырнул меня кто меня швыряет налоговая инспекция почему она меня швыряет потому что я взял машину я взял машину 90-го года с двигателем 150 кабу это уже отдельная тема вы не торопитесь вот сегодня и сейчас это будет но в связи с тем что я внимательно посмотрел что эта машина была явно косячная я всем материалы приготовил я говорю ребят машина приехала у нее никакой двигатель не был 239 лошадок нет 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 то есть грубо говоря этому я не буду говорить про Виктора Филипповича Рашникова никогда в жизни я не буду говорить про Владимира Владимировича Путину никогда в жизни но государству я за последние 5 лет переплатил 100 тысяч рублей потому что эта машина была с двигателем 150 кабул и эти середасты заблокировали мою карточку то есть и поэтому тоже будут варианты естественно красивые и крутые потому что вы должны точнее я чуть-чуть позже естественно потому что в государственном доме есть такой специалист по борьбе с коррупцией я естественно на него выйду естественно все свои материалы я весь весь все материалы я ему откидаю понимаете потому что такого не может быть если люди швырнулись они должны они должны сказать мы лоханулись и все это должно быть спокойненько ровно в течение ближайших допустим скольких лет сколько я переплатил я могу не платить вообще ничего я к этому делу вернусь так что ребятишки давайте все-таки подумаем о нашей жизни поверьте мне вот эти середасты это не только все бизнесмены это не только налоговые структуры да 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 включая еще контору под названием таможни то есть по сути это были проблемы с таможенником да то есть они посмотрели они сказали что машина 94-го года они не посмотрели то есть это же легко и просто открываешь любой мануал да не то что мануал просто задаешь вопрос и сегодня сейчас ты видишь что машина-то не 94-го года была и двигателя там не было потому что видите я залез уже об Америку и с американских штатов я показал что двигатель не такой большой он хороший большой 5-литровый двигатель но старенький и всего 150 кб я не буду говорить про там крутящий момент это уже отдельная тема но вернемся на круги свои а еще есть другие структуры а еще есть структуры по которым меня тоже швырнули давайте все-таки определимся еще о других структурах которые из разряда середастов это наши онкологи то есть когда я им говорю господа мои ну не буду уже говорить не господа вы просто чмо когда я захожу и говорю а сколько у вас человек живет с гриобластомой они говорят ну год и три месяца я говорю а что у меня написано они говорят ну практически один с небольшим годков ну уже чуть больше становится я говорю а почему потому что есть препарат видотокс то бишь меня реально сейчас швырнула еще наша дивная вот эта структура по которой мне не дали деньги потому что я прихожу к нашим онкологам говорю ребята вы напишите что мне нужно видотокс вы знаете они такие охраневшие что ли а мы не знаем что это такое я говорю подождите вы что а слоеву что ли по одной простой причине я живу большее количество времени с болячка такая у меня гриобластома то есть я всем показываю как лечить почему я все это делаю бесплатно потому что есть господь бог а я в него верю естественно и чтобы ну так и было то есть он дал мне возможность я даю вам чтобы если у вас случилась гриобластома вы посмотрите внимательно на меня используйте все мои варианты и живите ровно рано или поздно я в любой ситуации то есть как бы вам сказать что по уровню подготовки то есть вот маленький нюанс есть у меня сын хочет сказать что он будет крутым специалистом в области медицины я говорю а теперь объясните мне почему крутые специалисты в области медицины не понимают мою болячку то есть вы думаете что все вот эти там 11 лет я сижу и просто бамбук курю вот так нет я смотрю внимательно как она лечится естественно и вы думаете что я наверняка уже стал крутым онкологом в области головы а вы думаете просто так что ли нет господа мы и давайте все таки определимся если я занимаюсь политикой я занимаюсь еще и собственным здоровьем а это очень хорошая тема потому что как бы вам сказать мне начинают говорить ты чего-то в жизни не видел а чего я в этой жизни не видел ну-ка расскажите мне я видел все от и до от и до и когда мне начинают по ушам проезжать был ли ты на СВО да я был на СВО внимательно посмотрите не надо мне рассказывать сказки сказки рассказывать друг друг друга а когда вы будете смотреть мои сюжеты я надеюсь что рано или поздно вы все это дело посмотрите наконец-таки да не думайте что я лох я далеко не лох поверьте мне далеко не лох а в 95% случаев лохи-то вы но